В сцены филармонии для артистов старшего поколения Ивановского музтеатра дом родной. В этом здании театр базировался много лет, пока не переехал дворец искусств на площади Пушкина. Теперь, когда в залах театрального комплекса идет масштабное обследование, которое решит его судьбу, филармония стала временным приютом для артистов. Стрителям показали музыкальную комедию «Крошка». Мы вернулись на нашу историческую сцену, ведь театр музыкомедии, как до сих пор нас иногда зовут в Иваново, он просуществовал на этой площадке 30 лет, с 1935 по 1985 год. И вот когда-то я молодым 40 лет назад пришел именно на эту сцену. И, конечно, нам дорогая эта сцена, как этот храм намоленный в театральном смысле. И поэтому это нам тоже очень нравится. В филармонии отмечают артисты более хорошая акустика, более камерная атмосфера. Все бы ничего, если бы не одно существенное «но». В филармонии оркестровая яма закрыта. А потому и оркестр, и артистов пришлось размещать на сцене, которая откровенно мала для нынешнего состава. Музыкантов посадили позади декораций, что оказалось весьма неудобно. Нам не слышно солистов отчасти, потому что звук идет в обратную сторону. Ориентироваться практически не почему. Слава богу, у нас есть дирижер, который нам показывает, но все равно немножечко находимся в прострации. Но главное для артистов вообще, как сцены, так и оркестра, то, что нужно уметь мобильно перестраиваться к условиям. Мы работаем в разных театрах, в разных филармониях, ямах, то есть всегда условия разные. Конечно, вот это просто нонсенс. Выяснилось, что оркестровую яму закрыли по противопожарным соображениям еще в 2009 году, потому что в ней находится только один запасной выход, а должно быть два. Сейчас решить вопрос оркестровой ямы не представляется возможным, там даже нет технической возможности на оборудование второго выхода пожарного. Руководство музыкального театра об этом знают, поэтому они прорабатывают разные варианты. Это сокращение количества артистов в оркестре или его расположение на сцене, поэтому так же, как у нас делают и другие наши артисты. То, что сцены маловато для этой постановки, видно невооруженным глазом. Нагромождение мебели, декорации. Музыканты сидят плотно друг к другу. Но в сложившейся ситуации, пока родная сцена недоступна, это единственный выход. Такие условия работы, безусловно, накладывают ограничения и на репертуар. При этом спектакли, выдавильные формы, это все-таки позволяет. Какие-то спектакли. А вот если это большая музыкальная форма, такие как «Цыганская любовь» или «Фраскиты» или «Летучая мышь», тут, конечно, будет сложно, потому что там вокальная фактура сложная. И должен, конечно, дирижер, потому что здесь все равно и музыка, будем говорить так, попроще, ее поменьше. Почему сейчас идет пока такой репертуар, к которому мы пристраиваемся либо без оркестра, либо вот где, так сказать, он так щадящий. Ну, я думаю, что вот здесь вот такая форма приемлем. Будни ивановских артистов выглядят совсем иначе. Уже два месяца они репетируют в Кохмском дворце культуры, где большой зал, большая сцена, но нет отопления. Для вокалистов самое страшное – это холод, потому что мы промерзаем, в итоге это сказывается на вокале, дыхательный аппарат застужается. Узнать, кто есть то, на сцене можно и не прислушиваясь к словам. Исполнители главных ролей и в головных уборах, и в верхней одежде. Артисты второго плана без шапок, но обязательно в куртках и пальто. Самые жаркие на сцене артисты балета. Не просто приходится музыканты, пальцы мерзнут. Как говорят сами артисты, разве что пар изо рта не идет. Я вот «Мистер Икс» пою, мне будет тяжело, потому что это надо дышать холодным воздухом. И в этом смысле, конечно, я не знаю, с чем это связано. Все-таки, может быть, властям как-то помогать в этом вопросе. Или пушки тепловые давать дополнительные, или отопление раньше давать. Если вот это связано с тем, что театр вынужден сейчас не работать на стационаре, а работать на тех площадках, которые, по большому счету, не очень готовы. Руководство профильного департамента театра о проблеме знает, но ничего нет предпринимает. Только обещает помочь. Солисты муфтеатра даже придумали новое звание – «Застуженные артисты России». Но в каждой шутке есть доля правды. 22 октября на сцене Кохомского ДК артисткам придется выступать в платьях с декольте и открытыми плечами. Вот только согреет ли их народная любовь. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова. КОНЕЦ